По ступеням судьбы – первая книга Владимира Ивановича Лебедева. Она вышла тиражом 450 экземпляров, отпечатана в Тверской типографии, а допечатной подготовкой занимался издательский дом «Всё для вас» в Сергиевом посаде. В 2018 году исполнилось 80 лет электроизолиту. Я уже как 8 лет не у руля. Но все воспоминания, они, в общем, тревожат душу. И хотелось бы, чтобы народ весь, но особенно ходьковский народ, который отдали электроизолиту, очень много труда, узнал бы, как всё было. За все 36 лет, которые я отработал на заводе, было очень много событий. Постройка нового цеха, постройка Молтанашки. Туда было очень много вложено труда, и об этом нужно знать народу. Сейчас Владимир Иванович уверен в этом. Хотя признаются, что, приступая к работе над книгой в 2012 году, его одолевали сомнения. Он даже на время остановил процесс, но, к счастью, нашлись люди, которые его поддержали. Многие люди читали, так сказать, в рукописи, и всё понравилось очень. И когда, наверное, в 2018 году наш научный руководитель Огоньков, Вячеслав Григорьевич, прочитал то, что я написал, он говорит, ну ты что, с ума сошёл? Надо напечатать. Ну и напечатали. Вот она сегодня, вот только в апреле месяце вышла в свет. Первая глава – это зарождение завода, его развитие до, будем так сказать, до революции, до 1991 года, когда страна поменялась полностью. Материалы для первой главы, имена, события и их подробности Владимир Иванович черпал из книги, изданной к 40-летию электроизолита. О повествовании о том, чему он лично был свидетелем, тесно переплетается с событиями из собственной биографии. И это неудивительно, ведь большая часть жизни Владимира Ивановича связана с заводом. Искренний рассказ о себе автор начинает с самого детства. Как он вместе с одноклассниками сбежал с уроков, охваченный радостью от первого полёта человека в космос. Как повлиял на выбор профессии герой Алексея Баталова из фильма «Девять дней одного года». Как первая любовь стала второй половинкой. Все эти ступени судьбы и вели Владимира Лебедева к главному делу его жизни. Вторая глава – это моя жизнь на заводе. Я проработал 24 года директором. Нет, до этого ещё главному энергетику всего 36 лет проработал на заводе. И о моей семье, о моём вхождении в 1975 году на завод и так далее. Для Владимира Ивановича важно и то, чтобы молодые люди, которые приходят работать на завод, знали его историю и ощущали себя продолжателями большого дела, которое их предшественники созидали годами. Третья часть – это дана сегодняшняя характеристика завода. То есть три главы переплетаются вместе и дают полное впечатление об электроизолите. В предисловии Владимир Иванович пишет, что о главном ему удалось рассказать. Хотя есть и события, которые пока остались за кадром. Так что, возможно, он продолжит работу на писательском поприще, тем более, что его первые читатели уже ожидают продолжения. Любовь Лукашина, Сергей Кошайкин. День города.